Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы бы хотели, возможно, поразмышлять немного на тему, что все мы родом из детства. Есть в жизни каждого человека какое-то ключевое событие или какой-то ключевой факт или серия. Иногда это радостные воспоминания, иногда это очень тревожные и грустные моменты. Но это часть нашей истории, и благодаря этим моментам, этим событиям мы становимся теми, кем мы являемся. Сегодня мы первый раз в эфире, и мы бы очень хотели познакомить вас с детским коллективом, который назывался «Театр авторской песни «Дети дяди Билла». И сейчас мне бы хотелось представить вам наших ведущих. Ружников Александр, или можете обращаться к нему «Дядя Билл». И Полина Ружникова, к которой можно сейчас обращаться, Полина Александровна. В далеком 1999 году ребята из Астаны решили провести первый фестиваль «Астанинский». И мы стали готовиться к нему взрослые, а дети бегали под ногами. Мы думали, чем их занять. Пришла идея попробовать спеть несколько ковбойских песен. И поэтому меня назвали «Дядя Билл». Ну а если маленькие дети, то и, естественно, дети «Дяди Билла». Но стоит отметить, что с этим названием было много курьезов, поэтому мы часто произносим его очень медленно. И «Дядя Билл детей», и дети... Били дядю. Били дядю, и все остальные интерпретации вы тоже можете сами додумать. Ну а пока для вас звучит не первая, но ковбойская песня. На стихии Юлия Кима. Три храбрых кабальера поехали в Мадрид. И каждый был тореро, и каждый знаменит. Один из них, Дон Педро, смеялся и шутил. И красную Малагу из красной фляги пил. И каждый песню напевал. Ра-ля-ля-ля-ля-ля. И каждый мула подгонял. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Теперь никто не напевал трой лё-лё-лё-лё И никого не подгонял Но-но-но Открыл глаза Дон Педро И вместо трёх веков Он над собой увидел огромных трёх коров И с той поры Дон Педро покинул отче кров И на Гвадалахари пасёт своих коров И ту же песенку поёт Тра-ля-ля-ля-ля-ля Когда коров своих пасёт Но-но-но Но-но Вместе с бардовской песней в нашу жизнь пришли и бардовские фестивали На этих фестивалях мы учились жить Кто-то научился плавать Кто-то первый раз поцеловался Кто-то провёл ночь в брезентовой палатке И понял, насколько это ужасно холодно и мокро Мы были предоставлены сами себе Но в то же время было объединяющее с родителями дело Концерты, посиделки у костра И много-много знакомств Самое ответственное это было для родителей Дать понять детям, что мы им доверяем И они обретали некую свободу Но в них мы как-то считали, что есть чувство ответственности Поэтому надеялись, что всё будет хорошо Но не всегда было всё хорошо Например, в Алма-Аты, когда происходил большой фестиваль Там был один куст отца вин И мальчишки, которые потом были в нашем коллективе Вместе с девчонками попробовали вина Они скрыли это, но потом, честно сказали Вкусное было Мы спросили, что они говорят Белое Наш ансамбль много где путешествовал И даже был в горах Поэтому сейчас прозвучит песня Про Федю Музыку, которую написал Анатолий Загод От слова Владимира Пруцков Старинная туристская песня Исполняется на английском языке Про Федю Склонны гор, крутые и каменистые Очень Тянут плечи, рямки, рюкзаков Пам-падам-падам-пам С литропой небритые туристы Ночью Маленький отряд тысячиков Пам-пам-падам Каждый полон мужества и силы На душе приятно и легко Вдруг раздался голос Феди Может мы домой поедем? Дом еще недалеко Заела мошка Еще немножко Умру от ее зубов С лизой зальется мама Не пойду я в горы с вами комаров Кормите сами, я хочу домой в Тамбов Спрятал Федя голову под мышку Спрятал Там ее комар не достает Пам-падам-падам Попло паит в задумчивости Пышку с маком За отрядом не хватает И пока дошли до перевала Харчи сейчас по Феде на вине Да, это я съел хлеб и сало Что же оставалось мне? Мозоль на пятке Синяк на лопатке Исчез носовой платок Его купила мама Пережить все эти беды Да еще не победа Он практически не мог Словом, Федя не был оптимистом Жены не искала Посмотрим, пам-падам-падам-падам Эй, вы сумасшедшие туристы Эй, вы, вы меня загнать хотите в гроб, что ли? Не пойду в поход, я даже близкий Телевизор я себе куплю Брошу я рюкзак туристский Лучше я займусь английским И на курсы поступлю Идите сами в горы Мне же софти идеалы И подушку с одеялом Вышлите меня домой При выступлениях на фестивалях Мы часто сталкивались с интересной такой претензией со стороны старших бардов К нам подходили и спрашивали А почему дети поют именно взрослые песни? Они разве понимают смысл? С чем мы были полностью не согласны Я, кстати, более скажу, что часто песни, которые мы брали в репертуар В первую очередь мы давали слушать детям И они давали свою резолюцию, так сказать И говорили, мы будем петь эту песню И когда на фестивале в Петропавловске Андрей Козловский услышал, что дети поют Белые облака его песню Он подошел и сказал Девчонки, я хочу с вами спеть эту песню вместе Мы понимали, понимали на своем уровне Эти песни нам позволяли взрослеть Возможно, лучше понимать родителей, старших товарищей, друг друга Я очень рада, что эти песни вошли в наш репертуар именно в том возрасте И сейчас прозвучит одна из наших любимых композиций Песни «Фрегат» на стихи и музыку Алексея Ивашенко Погибли тот фрегат, седой волной разбита Или, может быть, пират пустил его ко дну Но капитана ждет красотка Маргарита А вдруг не утонул, а вдруг не утонула А вдруг не утонул, а вдруг не утонул А как же страшно ждать в неведенье нелепом Песок со зла швырять в зеленую волну Зачем вы зеркала прикрыли черным крепом А вдруг не утонул, а вдруг не утонула А вдруг не утонул, а вдруг не утонул А вдруг он жив-здоров, вдруг рано ставить свечи А вдруг он в Санта-Крус за Роман завернул А вдруг случился ж ты или просто ветер встречный Ну вдруг не утонул, ну вдруг не утонул Ну вдруг не утонул, ну вдруг не утонул И вот когда беда покажет глаз о вины И безнадежный мрак затянет все вокруг Когда приспустят флаг в порту До половины останется одно Последнее, а вдруг Останется одно Последнее, а вдруг Ну а теперь хотелось бы немного о трудностях, с которыми мы столкнулись уже во взрослом возрасте. Так получилось, что когда мы сидим у костра Вы, наверное, это часто замечали Или мы слушаем песни на концертах, на каких-то посиделках Крайне редко, когда наши родители, исполняя уже сотый раз песню Когда мы были молодые Или как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Объявляют каждый раз имя автора, музыки и слов И поэтому во взрослом возрасте я была удивлена Как много я знаю песен знаменитых классиков Берковского, Никитина, Висбора, Кима, Акуджавы Но не знала, что эти песни принадлежат именно им Ну, честно говоря, мы и любили классику И воспитаны были на ней И для нас это много значило И я хочу сказать, что многие песни, которые мы пели вместе В нашем семейном коллективе С нашими друзьями и вместе с детьми Они переходили потом плавно в репертуар Амсамбля Дети Дяди Бил И вот одна из этих песен Это песня Погонщика на стихи и музыку Новеллы Матвеевой Ах, как долго-долго едет Как трудно в горах дорога Чуть видны вдали хребты туманной серы Ах, как тихо-тихо в мире Лишь порою из-под мула Прошумев сорвется в бездну Камень серый Тишина лишь только песня О любви поет погонщик Только песня о любви поет погонщик Да порой встряхнет саму И колокольчики на нем И колокольчики на нем Забьются звончик Ну скорей, скорей, мой мух Я вижу, ты совсем засну Ну поспешим застанем дома дорогую Ты напьешься из ручья А я мешок сорву с плеча И потреплю тебя и в морду поцелую Тишина лишь только песню О любви поет погонщик Только песню о любви поет погонщик Да порой встряхнется мул И колокольчики на нем И колокольчики на нем Забьются звончик А как долго-долго едем Ах, как долго-долго едем Ах, как долго-долго едем Ансамбль просуществовал 7 лет И за это время трижды менялся состав В первом составе была Катя Марус Кристин Калычева И я, Полина Ружникова Но так случилось, что Кристина Вместе с родителями должна была переехать В Санкт-Петербург из Казахстана И мы остались вдвоем На подмогу нам пришли Двое парней, Галушко Алексей и Иван, два брата Они пели в коллективе Руссконародной песни И все жаловались, что знают всего лишь там По одной-две строчки Потому что большой женский коллектив И мужские голоса нужны были не так часто И бардовская песня на два года Для них стала таким спасением Где знали полностью песни И исполняли их целиком Но потом переходный возраст Мальчишки выросли И пошли своей дорогой А в наш состав пришла Катерина Некрасова И вот опять трио продолжило свое существование Под этим же названием Дети дяди Била Ну а за время существования Было создано три фильма Первый решили записать наши родители На любительскую камеру В тот момент, когда Кристина переезжала Что посталось в памяти Какими мы были маленькими У нас брали интервью Это видео выложено на ютубе И мы укажем ссылки обязательно Чтобы вы, если вас заинтересует Могли посмотреть Второй фильм был создан При участии Александра Стажарова Это был звук видеорежиссер Тимиртао И был интересный опыт Потому что на целые сутки Практически было снято кафе И мы в разных локациях Как настоящие звезды Снимали клипы В начале 2000-х Поверьте, мы думали Что мы практически Мадонны Ну а последний фильм Уже был создан В тот момент, когда мы понимали Что будет переезд в Россию И очень хотелось Чтобы большинство песен Нашего репертуара Которые вы в нашем эфире Сегодня и слышите Остались в памяти Музыку записал Александр Кравцов И это был первый опыт Когда мы Приехали на профессиональную Звукозаписывающую студию И опять за сутки С сиплым голосом Потому что накануне простыли Вымучивали 32 песни Ну а потом веселых Два месяца съемок На сопках В кафе В ресторанчиках На улицах На крыше И все это вы увидите Тоже в видеофильме Это вторая ссылка Под нашим Под нашей записью ВК Во время съемок Были как положительные Так и Немножко волнительные моменты Например Для меня всегда было Очень сложно смотреть в камеру И песня, которая сейчас прозвучит Ирина Левензон Именно на съемке Фильма Дождь Я кричала Я не могу смотреть В эту камеру Но все срослось И это был переломный момент И теперь Благодаря такому Детскому опыту У меня нет проблем С публичными выступлениями Ночь напролет Целый вечер Целый день напролет Дождь все идет Все стучит по крышам Тише Тише Он не уйдет Он кого-то здесь Под крышами ждет Ночь напролет Целый вечер Напролет Там впереди Для тебя Идут другие дожди Видно От них Никуда уже Не деться Сердцу Снова мне ждать И по мокрому Асфальту Шагать Ждать И не знать Где тебя Прям не отыскать Ночь напролет Целый вечер Целый день напролет Все тебя ждет В этом доме В этих окнах Мокрым Дождь все идет Даже дождь Тебя без устали ждет Ночь напролет Целый вечер Целый вечер Напролет Ну оглянись Ну когда-нибудь Внезапно Вернись Ну улыбнись И с тобой улыбнется Солнце Ночь напролет Целый вечер Целый день Напролет Дождь Дождь Все идет Целый вечер Напролет Дождь 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 Наши знакомые Да и мы сами замечали Что девчонки старше своих лет Безусловно этому способствовали Среда и их окружение Но, скорее всего, причина в том, что сами песни своим жизненным содержанием давали детям пищу для новых мыслей и чувств. Мы брали в работу песни самые разные – Битлз, классика, современных авторов. Так, совершенно случайно, в исполнении ансамбля «Лицедей» нам понравилась песня «Не забудь», написанная Григорием Гладковым на стихе Андрея Вознесенского. Человек надел трусы, майку синей полосы, джинсы белые, как снег, надевает человек. Человек надел пиджак, на него нагрудный знак под названием «ГТО». Сверху он надел пальто, на него стряхнув шипы, он надел автомобиль, сверху он надел гараж. Тесновато, но как раз! Сверху он надел наш двор, как ремень надел забор, сверху наш микрорайон. Область надевает он, опоясался, как рыцарь государственной границей и качая головой, надевает шар земной. Чёрный космос натянул, крепче звёзды застегнул. Вечный путь через плечо, сверху кое-что ещё. Человек глядит вокруг, вдруг, у созвездия весы. Он вспомнил, что забыл часы. Где-то тикают они, позабытые одни. Человек снимает страны, и моря, и океаны, и машины, и пальто. Он без времени ничто. Он стоит в одних трусах, держит часики в руках. На балконе он стоит, и прохожим говори. По утрам надев трусы, не забудьте про часы. Если посмотреть на репертуар «Дети дяди Билла», то можно увидеть, что очень много весёлых песен. Мы учили детей разбираться в этом, соотносить юмор по отношению к себе, с юмором относиться ко многим проблемам. Да просто жить с таким вот весёлым настроением. И я хочу сказать, что потрясающая песня однажды была нами услышана на одном из фестивалей. Её написал Константин Мыльцев, и она называется «Рыба пила». Рыба пила. Сточила зубы и спокойно легла. На дно расслась и губы. Ох, хорошо лежать на дне, от всех волнений в стороне. Вот бы родиться камбалой, и в океан не ногой. Рыба-игла сломала нос со скалой, и залегла на дно с кривым оскалом. Как хорошо лежать на дне, от всех волнений в стороне. Вот бы родиться камбалой, и в океан не ногой. Рыба луна разбила морду, а причал и до дна не дотянула, закрича. Хорошо лежать на дне, от всех волнений в стороне. Вот бы родиться камбалой, и в океан не ногой. А вот камбала, всю жизнь над ней и вот была, и была, вдруг оторвала свой живот. Хорошо бы мне туда, где беспокойная вода, там наверху одна волна. Я позабавлюсь, а-а-а-а, ес. А-а-а, пыльюй. Как хорошо лежать на дне, от всех волнений в стороне. Вот бы родиться камбалой, и в океан не ногой. И в океан не ногой. И в океан не ногой. В нашей семье Ружниковых есть еще старшая сестра Ксения, Ксюша. И, конечно же, родители ее тоже пытались привлечь к авторской песне, даже, мне кажется, чуть раньше, чем меня. Но так получилось, что не лежит у человека душа к нашему товарищу любимому жанру. В 16 лет она скалала свой резкий эфи и занялась танцами. Хип-хопом, додосом, пилоном, танго, чем угодно, лишь бы не слушать нашу авторскую песню. Однако, став мамой и сейчас воспитывая сына, она сказала ключевую вещь нам. Не важно, чем ты будешь увлечен, главное, чтобы твои дети были рядом с тобой и видели то, как ты этим делом занимаешься, как ты за него радеешь. Сейчас Ксюша частый гость на наших фестивалях и на посиделках, а своего годовалого сына учат танцевать танго. И поэтому сейчас прозвучит песня, балет, которую написал Юрий Энтин, а музыку придумал Сергей Никитин. И когда на балет я иду, я иду, билет беру в первом ряду, естественно, лишь только начнется балет, 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 тихонько пою я куплет. Про что? Про ножки, ножки, ножки балерин, Без вас прожить не смог бы день один, Ах, если б, если б, если б только смог, Я жизнь бы всю провел у этих ног, у этих ног, у этих ног. Домой, возвратясь поутру, Поутру Тихонько крадусь по ковру, По ковру Жена не поймет, меня нет, Меня нет, меня нет, меня нет, Она ведь не любит балет. За что? За ножки, ножки, ножки балерин, Без вас прожить не смог бы день один, Ах, если б, если б, если б только смог, Я жизнь бы всю провел у этих ног, У этих ног, у этих ног. Я не мощен стану и стар, Странешь стар, Страстей поутихнет пожар, Тут пожар, Но прежде чем мне помереть, 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 Я все же приду посмотреть, На что? На ножки, ножки, ножки балерин, Без вас прожить не смог бы день один, Я стар, а вы все те же видит Бог, Я счастлив умереть у этих ног, У этих ног, у этих ног. У этих ног, у этих ног, у этих ног, У этих ног... Прошло 15 лет Мы все выросли Кто-то из нас стал семейным человеком Кто-то ищет еще свое счастье У каждого абсолютно разные профессии Из всего коллектива Песней бардовской занимаюсь только я Катерина Некрасова сделала песню Правда, эстрадную, своей профессии Катя Марус любит просто приходить на концерты Разных исполнителей Мальчишки выучились играть на гитаре И играют просто для себя Кристинка уже, мне кажется, поет песни для своей малышки В общем, у каждого бардовская песня Заняла свою нишу в жизни И мы за это благодарны нашим родителям Я не знаю, что больше всего повлияло на меня в детстве Но то, что Дети Дяди Била Большим был важным отрезком Важным этапом Это точно Ну и в конце хочу сказать, что Вот данное сообщество Данное ансамбль Дети Дети Била Он как-то получился спонтанно И он сплотил на многие годы Наши семьи Наших друзей Мы не были официальным коллективом Мы не были привязаны к кому-то Мы были каким-то образом независимы финансовым И это дало нам определенную свободу Мы что придумывали, что хотели Что экспериментировали И все это воплотили в жизнь Я очень рад, что есть юношеские фестивали Такие, как Гория Это в Петропавловске Потрясающий фестиваль Такие же, как Журавлиная Родина Которую вели Цивкин Владимир И Светлана Цивкина И этот фестиваль продолжает существовать Также четыре четверти города Ярославля Я пожелаю всем этим огромным фестивалям И коллективам, которые посещают Просто большого творческого счастья и долголетия В темных квадратах окон По сторонам усталых длинных улиц Огни машины поздней проветев Спешат пропасть безвестно Засыпают дома, остывают, а спают Наступают по стенам домов Настороженным шепотом чьих-то шагов тишина И замирая ночи тревожно Так непонятно и осторожно На чешуею крыш внезапно зазвучала чья-то песня Ава-Мария Ава-Мария Но что-то такое в той песне звучало Что сон отступал в закоулке дворов Растревоженным пламенем Голос облизывал стены Говорил сонным окнам О давнем и скором О горе и радости он Как будто в медной груди Медный голос будил медный звон Звон, звон И ожил камень На стыдших улиц Веста и звука Затем сметнули И устремились ввысь Переполняя Ночек медным хором Ава-Мария Ава-Мария Узкие окна могучей волной Дрогнули тенью над спящей землей Ава-Мария 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 Ответил камень До рягулки меха Ава-Мария Ава-Мария Но замолчал И резко стихла песня Ава-Мария 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 Для вас прозвучала Ночная песня Автор музыки и слов Юрий Песковский На этом наша передача подходит к концу С вами был Александр Ружников или Дядя Билл И Полина Александровна До новых встреч в новых передачах Редактор субтитров А.Семкин